Продолжаем восьмую главу, у вас 464-я страница, сейчас открою у себя, 464-я, да, чуть ниже страницы, со словом «хен мамыш лимата». Итак, мы говорили, мы чуть вернемся, мы прошлый раз в этом говорили, постараемся сегодня закончить главу, тем более, что на следующей неделе меня опять не будет, я улетаю в столицу, не нашей Родины, и постараемся закончить главу на этом уроке, чтобы было о чем подумать, пока меня не будет. Итак, мы говорили в прошлый раз, что технология того, когда человек раскаивается в чем-то, как действительно изменить то состояние, в котором мы сами себя обгоняем. Как мы говорили, что два направления раскаяния, как мы сказали, раскаяния — это не совсем раскаяние, но два направления — это или пожалеть свою божественную душу, которую мы засунули черт знает куда, или унизить свою животную душу, опять же, не столь правильно сказать животную, а жизненную душу, которая, по идее, должна служить божественной, но слишком много занимает места, ее нужно понизить и сказать, ах, ты такая нехорошая, и так далее. Теперь, как мы сказали, что тшу в этот момент, что это мгновение, это вот вспышка, мы сделали, что-то изменили, а дальше как это с божественной точки зрения работает процесс? Да, мы говорим о процессе, как это работает технология. Нам много-много-много-много-много, очень много лет назад, 33 с половиной почти века назад, Всевышний, после того, как психанул, решил открыть нам секрет, как можно действительно что-то изменить с помощью тшу. Ведь, казалось бы, а чего вообще кого-то нужно прощать? Чего прощать? Мы говорили об этом в прошлый раз. Прощать – это неестественно. И поэтому мой шарабейн, когда получает, вымаливает, если так можно сказать, прощение у Всевышнего за грех Золотого Тельца, то Всевышний ему открывает секрет, что есть технология, которая называется 13 качеств милосердия, с помощью которого происходит перезапуск всех отношений, перезапуск Божественной Души. И с помощью этих 13 качеств милосердия, вот это вот снисхождение Божественного Света, оно как бы запускается, и вот, скажем так, открывается чистый лист. И до этого мы объясняли, как это происходит в Духовном мире. А теперь объясним, как это происходит конкретно в душе человека. Давайте, будем читать, переводим. И точно так же это происходит в Божественной Душе у человека. Грехи не преграждают между нами и Всевышним. Что такое грех? Если отойти от пафосного, сегодня я как раз проводил один урок, и там я спросил, что такое заповедь? Мне иначе говорят, приведите пример заповеди. Люди не понимают, что иудаизм это точная наука. И если мы говорим заповедь, у заповедей есть четкие критерии, что является заповедью. Быть хорошим человеком это не заповедь. Это слишком размыто, слишком растекается мысль подойдет. Есть четкие определения. Любить своего ближнего, что такое любить, что такое ближний. Кто такой считается ближним. И так далее. У всего есть четкие определения. То есть даже и грех. Грех это не что-то, я сделал что-то плохое. А кто сказал, кто решает, что такое хорошее, что такое плохое. Ведь мы уже говорили неоднократно об этом, что то, что мы называем хорошим, это мне от этого хорошо. То, что мы называем плохим, мне от этого плохо. То есть тогда, по такому критерию, что я сделал что-то хорошее, мне от этого стало хорошо, значит, я сделал заповедь. Мне плохо, значит, я сделал проект? Нет Это тоже Может быть заповедь Но не определяется заповедь тем, что Мне от этого хорошо Как раз на этой неделе, в недельную глобу, которую, если кто-то смотрит На видео, короткие ролики Понятильной голове, я как раз говорил о том Что в нашем недельной голове приводится заповедь Сдока Сдока, пожарь Теперь В самом начале Тани мы говорим, что есть Природные качества Природные качества еврея Это быть Добрым, милосердным Скромным, помогать ближним Теперь Если я делаю сдоку, потому что Я даю кому-то пожертву, кому-то помогаю Потому что Я От этого чувствую себя Это мое естественное состояние Потребность кому-то помочь Для евреев это иногда переходит в какое-то Абсолютное импертрофированное состояние Где мы помогаем всем на свете Мы пытаемся спасти мир Всем делаем революции и так далее Просят нас, не просят Но мы везде лезем своим длинным носом И пытаемся всем помочь Да То Почему мы это делаем Мы это делаем не потому, что это заповедь А почему Потому что мне от этого хорошо И это нормально Никто не говорит, что это плохо Да А с этой недели Я говорю о заповеди сдока Что когда Борн Баффетт и Билл Гейтс Основали этот клуб 60 По-моему Клуб миллиардеров Которые Минимум 60% своих доходов Отдают на благотворительность Да То есть они уже столько Довольно И когда они открыли этот фонд Эта инициатива Это не фонд Они на любую благотворительность Не они собирают эти деньги А потом раздают Нет На любую благотворительность Да Вот Они просто подписывают меморандум Что они дают 60% Минимум 60% своего дохода То По-моему Я не помню Кто-то Билл Гейтс Или Борн Баффетт Сказал Что Как только я начал это делать Мне от этого стало хорошо Я чувствую Я начал смотреть на мир по-другому Я начал смотреть Что Этот мир не такой плохой Некочайся на стуле Этот мир не такой плохой Здесь что-то хорошее Люди хорошие Да То есть Почему он это делает Ему самому Это ни в коем случае Не принимают его достоинство Большой молодец Но Это От того Что мне Мне от этого хорошо Это не значит Что если мне хорошо Значит это заповедь Да Как мы говорим Сделай митсу Это же тебе будет хорошо Если ты это сделаешь Нет Это не От того Что тебе То есть Сделать заповедь Это хорошо Но не то Что тебе хорошо Значит это заповедь Точно так же и грех Грех это значит Я кому-то сделал Мне от этого плохо Очень хорошо Грех определяется совершенно другим Идея греха это то Что преграждает Ставит перегородку между нами и Всевышним Заслонку Как мы говорили в предыдущих уроках Что даже мелкие грехи Они могут наславиться друг на друга И пропускная способность Наши отношения со Всевышним Перестают происходить Мы говорили много-много уроков назад О том что нужно представить эту перегородку Как зеркало Зеркало которое с одной стороны прозрачное С другой стороны не прозрачное С нашей стороны не прозрачное И мы смотрим в зеркало И что мы видим Мы видим себя Всевышний смотрит тоже Вижу я нету никакой Только Нам кажется что вот Только то что я вижу есть Но на самом деле Это зеркало с другой стороны прозрачное Там есть много всего другого Грех – это то, что делает это зеркало непрозрачным. То, что делает, чтобы мы видели отражение. И чем больше это зеркало непрозрачное, тем больше я вижу себя. Я, 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 я. Тем больше оно становится прозрачным, тем меньше я вижу себя. Я немножко не понимаю саму технологию. Когда стекло, тогда ты уже не будешь видеть себя. Да, тогда, давайте так, по-другому. Между мной и вами стоит зеркало. Только у этого зеркала есть, ну, это как, затемленные зеркала, финские зеркала, стекла, так называют. С одной стороны оно как зеркало, с другой стороны оно прозрачное. Знаете, как в комнатах, где допросы ведут. Есть большое зеркало, это значит, с другой стороны они тебе смотрят, как, а ты, понимаете, понимаете? Я не видела такого зеркала, а мы только слышали. Да? Представьте, между мной и вами стоит такое зеркало, да? С вашей стороны вы видите отражение, я вижу насквозь. А вы видите насквозь. А что, какая разница между тем, что вижу я, и тем, что видите вы? Ну, там видит Бог. Я вижу только себя. А я что вижу? А вы все видите? Еще раз. Между мной и вами стоит зеркало. Не представляете меня как Бога, оставьте. Между мной и вами стоит зеркало. С одной стороны зеркало, с другой стороны прозрачное. С моей стороны прозрачное, с вашей зеркало. Какая разница между тем, что видите вы, и вижу я? Ну, что я вас не вижу, а вы-то меня видите. Какая разница между тем... Ответьте на вопрос. Какая разница между тем, что вижу я, и тем, что видите вы? Вообще разные вещи видно. Ну, например, что видите вы? Я себя вижу. А что вижу я? А вы тоже видите меня? Какая разница между тем, что видите вы, и вижу я? Я. Какая? Я. Какая разница? И вы видите что? Своё отражение. А я что вижу? Настоящую меня. Ещё раз. Оставьте, думайте мне о Боге. Между нами зеркало, с моей стороны прозрачно, с вашего отражения. Вы видите? Отражение. Что вы видите в этом отражении? Я себя. Что вижу я? Не себя. Что я вижу? Не себя. Что я вижу? Ну меня же. Вас. В чём разница между тем, что вижу я, и тем, что видите вы? Ну, в том, что я-то вижу отражение только. Ещё раз вопрос. В чём разница между тем, что вижу я, и тем, что видите вы? Я, наверное, не могу угодить. А в чём разница? Это хороший вопрос. Её нет. Нет, она есть. Я вижу отражение. А я что вижу? Меня. А что вы видите в отражении? Себя. А что вижу я? Не себя. Что же меня? Что разница между тем, что мы видим? Так нет разницы. Абсолютно верно. Разница между тем, что вижу я, и вы, нету никакой. Разница, она только здесь. Разница в том, что вы видите себя и думаете, больше ничего нету. Да. А я вижу то же самое. Но я знаю, что есть ещё что-то. Но видим мы одно и то же. Окей? Разница, она только тут. Только в голове. Так? Теперь представьте, что, соответственно, вы меня не видите. Теперь давайте представьте меня, что не дай бог, что я бог. Да? Вы, мы в этом мире, вы видим бога? Нет. Почему? Потому что мы не видим. Это в нашей, опять-таки, он есть. Почему мы не видим? В тот момент, что мы думаем, что мы смотрим в зеркало и видим только себя. Да. Когда есть только я, бога нет. Мы не представляем, что с той стороны есть что-то ещё. Да. Но, если мы попробуем свои мозги соединить с мозгами бога, то тогда мы поймём, что на самом деле это только отражение, а не реальный мир. Угу. Потому что видим, к взгляду мы одно и то же. Понятно? Да. Или не очень? Садитесь, садитесь. Нет, понятно. Что? Ну, ещё раз задаю вопрос. Между, просто, чтобы Сара тоже услышала. Между мной, давайте зададим вот этого вопрос Саре, а то над вами я уже поиздевался. Это твоё общение. Окей? Это для того, чтобы понять, что точно так же как заповедь, а не то, что мне от этого хорошо, поэтому это заповедь. Нет. Заповедь у этого есть чёткие критерии. Это же и грех. Это вот чёткие критерии. Это то, что ставят между мной и Всевышним перегородку. Но мы называем это не просто перегородкой. Это как зеркало. Зададим тот же вопрос Саре. Сара, между мной и вами стоит зеркало. Скажем, с моей такой зеркало, знаете, как в интервьюгейшн-рум ставят. Когда с одной стороны прозрачно, с другой стороны зеркало. С моей стороны, скажем так, прозрачно, с вашей зеркало. Какая разница между тем, что вижу я, и видите вы? Я вижу отражение себя, вы видите меня. Какая разница между тем, что мы видим? Вы можете обозревать ситуацию, а я нет. Вы можете обозревать ситуацию, а я нет. Ещё раз. Что вижу я? Вы видите меня. Что видите вы? Я вижу себя. В чём разница? В гаизне. Нет. Ещё раз. Что я вижу? Вот передо мной. Что я вижу? Меня. А вы что видите? Себя. В чём разница между тем, что вижу я, и тем, что видите вы? Потому что я вижу себя, а вы видите меня. Так в чём разница? В том, что я кроме себя никого не вижу. Нету разницы. Мы видим одно и то же. Ай, ой. Я просто... Просто, батя, я уже минут 15 допрашиваю. Да? Теперь. Но разница, как можно сказать, она только тут. Потому что я понимаю, что я вижу, я смотрю с другой стороны. То, что называется в Талмуде Аспаклария Мейера. Прозрачное зеркало, оно так и называется. Да? И Аспаклария Шаэйна Мейера. Всё-таки же есть разница. Всевышний видит не себя, а меня. А нет. Это уже здесь разница. С точки зрения вижен, это одно и то же. То, как мы это понимаем, это уже другое. Но видим-то мы одно и то же. Соответственно, разница, она только тут. Видение такое же. Разница, она только тут. Только в понимании. Да, разница. Да? Теперь. Это четкое объяснение в Талмуде. Гиморос, наверное, говорит, что равенство между, там, он говорит, великими, полными, неполными правенниками, между грешником и правенником. Очень просто. Грешник смотрит. В Аспаклария Шаэйна Мейера. Зеркало, которое не прозрачно. А правенник смотрит. Зеркало, которое прозрачно. Что такое правенник? Правенник, который находится в единстве. Сейчас мы об этом как раз будем говорить. И не обязательно поговорим. В единстве со Всевышним. То есть, с точки зрения интеллекта, они не только с точки зрения восприятия, но и с точки зрения понимания, они видят одно и то же. Что такое грешник? Грешник смотрит в зеркало и видит только себя. Поэтому мы находимся в этом мире, в котором Всевышний от нас скрыт таким зеркалом. И поэтому мы смотрим только в зеркало, но кажется, что кроме нас ничего нет. Что такое грех? Грех это зеркало делает не просто непрозрачным, а делает так, что мы больше, все больше и больше видим себя. Более того, можно еще дальше продолжить эту аллегорию, что каждый новый грех, он выставляет новое зеркало. То есть, получается, что ты фактически правильно ничего не видишь, да? Ты видишь только одно? Нет. Поинт заключается, что мы видим одно и то же. Нужно только здесь что-то изменить, чтобы понять. Теперь, в чем разница, что с точки зрения мы доставляем новое зеркало. Если есть зеркало такое, на этом расстоянии, да, оно, допустим, даже если оно не прозрачное, но я вижу, у меня широкий диапазон. Я сделал еще один грех, у меня гресло, и поставили еще одно зеркало. И еще одно зеркало, что меняется? Мой диапазон, диапазон меняется. Я вижу все меньше и меньше и меньше и меньше. Теперь, точно так же, как заповедь, это никак не связано с тем, мне хорошо от этого или мне нехорошо от этого. Мы можем делать заповеди, как мы приводили пример с Дока из нашей недельной главы, что это может быть заповедь по... Потому что я просто добрый человек, и мне хорошо, мне приятно помочь другому человеку. Мне приятно, да, было... Я говорю, помните, на иврите было в Израиле, когда я еще жил, такая реклама компании электричества, которые, типа, что они приходили домой к тебе, обслуживали, и, в общем, девушка, которая по телефону договаривалась об опоймите, она, значит, говорит человеку, которого заказывают, она, когда вам удобно, мы пришли, он говорит, Мне удобно, когда тебе удобно. Она говорит, нет, когда тебе удобно. Говорит, Тот, который заказывал, это был очень известный израильский певец, Коби Оз, а это была просто модель. Они потом поженились, на самом деле, между собой, да? Но у них это просто стало уже слоганом. Мне хорошо, когда тебе хорошо. Есть, как мы приводили пример, потому что сам Борган Баффет и Белгейтс говорят, это естественно, они делают этот мир лучше, им от этого хорошо. Но это не значит, что то, что мне от этого хорошо, это поэтому это заповедь. Нет. То, хорошо мне или плохо, не является определением заповеди. Точно так же грех. Это не определяется тем, мне хорошо или плохо. Вот я что-то плохое сделал, вот мне плохо, это грех. Нет. Вы знаете, Рэбби, вы, я, то, что вы сейчас сказали, я каждый раз с пациентами, которые в депрессии, это то, что я использую. Потому что пациент в депрессии говорит, я утром стою, я не хочу смотреть на себя в зеркало. И я всегда говорю, не надо смотреть на себя в зеркало. Смотрите на то, что вокруг вас. Отойдите от зеркала подальше. И широта диапазона расширит. Станьте под другим углом. Вы знаете, это акрасит. Это пример Рафштайнс приводил. Когда ты, когда я еще учился, у него лучший вид. Теперь, соответственно, когда мы делаем грех, общее такое понятие, которое используется, это то, что мы запачкиваем стекло. Если вы вспомните в самом начале Тани, мы говорим о том, что еврейская божественная душа, она происходит из другого материала. Еврейская животная душа происходит из другого материала. Называется в зоре клипанога. В дословном переводе светящаяся оболочка. Сначала это как кожура, если правильно дословно перевести. Но имеется в виду, что она прозрачна. То есть, другими словами, божественная душа, которая заложена в нас, как осознанная необходимость, нужна какая-то форма для этого содержания в этом мире. Эта форма, она априори прозрачна. Соответственно, мы имеем большую пропускную способность, не просто больше, а просто имеем пропускную способность божественного свет в этот мир. Каждый грех делает эту клипу менее и менее и менее прозрачным. Но я специально использую пример аллегории зеркала, потому что не просто менее прозрачным. Как только он становится менее прозрачным, он становится больше отражать. Из этого, как за зеркалья, скажем так, выйти очень сложно. И поэтому мы в начале главы говорим о том, что есть технология, что мы объясняли все до того, технология, которая называется «13 качеств милосердия», которую Всевышний вам открыл, когда послал прощение за грех золотого телца. Он говорит, что вот есть вариант. Есть вариант все начать заново. Все начать с чистого листа. Проявить это надо с качеств милосердия. У Всевышнего, не у нас. А два варианта, как их можно проявить. Или, напомним, что мы говорили в начале прошлой главы, первый вариант, это пожалеть свою божественную душу. Нет, ни в коем случае. Нужно пожалеть Бога. Пожалеть Бога, что ты его засунул, чего знает куда. Да, да, да. То, к чему мы писали, буква «эй», к этому всему вели, сейчас подводится итог. Или второй вариант – подавить свою божественную душу, разбить эту божественную душу, как делал царь Давид, например. Это два варианта. Но так или иначе, когда мы максимально достигаем вот этого пути, в этот момент проявляется Всевышний, нравится качеств милосердия, и можно увидеть даже в самом языке, как упоминается, 13-ка, милосердия, давайте прочтем, «к мошекатув», как сказано, «вынаке, минаке», «очищая, очистит». Так и написано, 13-ка эти 13-ка, «ашем, ашем, кел, рахум, и ханун, и рахапаем», и так далее, мы приводили это сам, мы читаем это в молитве «Таханун», каждый раз, сейчас будет слихот скоро читать, мы тоже читаем. Они заканчиваются тем, что это все вымывается. Они очищают это стекло, становится прозрачным. И что имеется в виду? Если мы говорим, что разница между зеркальным отражением и незеркальным, то, что просвечивается, это только здесь, потому что видим мы все одно и то же. Это значит, на уровне своего интеллекта, сейчас мы к этому придем, мы объединяемся со Всевышним, и показывают нам одно и то же кино. Но понимаем мы его по-разному. Можем понимать просто, как чувак в кинотеатре, который сидит, «вау!», а можно понимать, как режиссер, который это все делает. Так? И это уже находится тут. Это независимо от того, что ты видишь. Видим мы одно и то же. «У лешавим», он очищает тех, которые возвращаются, тех, которые делают и раскаются. «Лерхоцвльнакотна вшамбали вушим цвуим» «Отмыть и очистить», прямо используется именно эта терминология, «их душу от грязных», на самом деле, в дословом переводе надо сказать, «загаженных одежд». Эта терминология, на самом деле, «бгадим цвуим», «загаженные одежды», она приводится в пророке Захария, где говорится, что пришел там пророк в загаженных одеждах и сразу говорится, что Всевышний своим милосердием очищает грехи и так далее. Все мы учим, что это загаженная одежда, это и есть грехи, которые Всевышний очищает. Также этот термин упоминается еще и в пророке Ишаяу, но в принципе, это учится с пророка Захария. Имеется в виду, что просто нас помыли. «Тшува» — это отмыться. То есть получается, что под конец всех еврейских праздников фактически у нас уже больше зеркала нет, а мы… Мы видим все… Нет, у нас есть… Зеркало у нас получается. Знаете, я думаю, что правильно будет сказать, что у нас есть зеркало, только мы смотрим на это по-другому, потому что видим-то мы одно и то же. Нету никакого… У нас в праздниках меняется наше вид. Мы одинаково, как у Гремщакова, есть с той стороны зеркального стекла. Да. Что имеется в виду? мы не физически, а интеллектуально перемещаемся, то есть мы теперь смотрим на это со стороны. На себя видим то же самое, но только со стороны. На свое «я» смотрим со стороны. И это внешний эммхи цунь виситрах, это все внешние влияния, которые загрязняют нашу прозрачную оболочку, она перестает быть прозрачной, и это все происходит от обратной стороны творения. То есть обратная сторона творения тоже сама по себе неплохая, она большой молодец. Она гораздо больше служит всевышнему, чем еврейская душа, к сожалению. Потому что она просто хорошо делает свою работу, не давая возможности еврейской душе служить всевышнему. Но здесь очень важный момент. Я просто сейчас онлайн, в одной группе в Москве, веду с самого начала уроки Тани, цикл, и мы как раз об этом говорили, что это очень интересный момент. Иудаизм категорически отличается от любого другого спиритчуализма. В чем? Что в иудаизме, в законодательстве, если мы возьмем любое законодательство, необязательно еврейская, есть всегда черное, белое, можно или хорошо, или плохо. Это можно или это нельзя. А в духовном есть много оттенков. И что-то более светлое, менее светлое, 50 оттенков серого. Это иудаизм совершенно наоборот. В законодательстве есть. Нужно, можно и нельзя. Нужно – это повелевающие заповеди, нельзя – это запрещающие заповеди, а все остальное – это 50 оттенков серого. Что можно? Можно это делать, а можно не делать. Мороженое – это можно или нельзя? Или нельзя. Нужно или нельзя? Это можно. Это можно. Это посередине. Поэтому в еврейском законодательстве есть все практически еврейское законодательство говорит о вот этом сером пространстве. С другой стороны, в духовности серого пространства нет. Или это месситра дэгдуша, или это месситраха, или это с прямой стороны, святой стороны творения, или это с обратной стороны творения. А посередине? Посередине нет. Когда человек умирает, какая душа остается? Остается где? Здесь на земле что-то остается? Нет. Вообще еще? Ничего. Мы сейчас об этом чуть-чуть. Даже в течение 40 дней не помнишь? Нет, нет. Есть процесс, который уходим. 40 дней вообще не имеют никакого отношения к этому. Это не из нашей религии. У нас 40 дней до рождения. Мы просто установили, у нас есть представление, что то, что происходит, это 7 дней, потом 30 дней, потом 11 месяцев, потом годовщина. Но это просто, скажем так, процесс расставания. В этом мире ничего не остается. Считается, что души праведников, поэтому мы говорим, что садиким бы мы там ни краим хаим, праведники уходя из этого мира остаются живыми, что их душа имеет еще большее присутствие в этом мире после их смерти. Но это должна быть праведник. Мы сейчас чуть-чуть этого коснемся. Что касается история с Броклассом? Грабил Данаси, что он вернул домой и делает кидыш? Нет, с Агатой, что его мужик его отборил от его дома, он был в гостях и он видел хранили. Это история. Это Агата. Агата нельзя вспомнить буквально. Мне просто обоюсь, я сказала, что когда ты приходишь на кладбище и кладешь камень, то в этот момент душа спускается вниз, и она присутствует, поэтому я спрашиваю, какая часть души? Смотрите, эти вещи, можно говорить все, что угодно, то есть доказательств этого нет, у камня есть абсолютно техническая причина, почему кладут на кладбище, на самом деле, камень, в отличие от цветов, что тоже совершенно неправильно будет сказано, что это не еврейская традиция, она просто у ашкинастских евреев, она начала уходить где-то около тысячи лет назад, у сифарских некоторые позже, у некоторых до сих пор осталось, но цветы, это совершенно неправильно говорит, когда говорят, у евреев нельзя цветы на кладбище, Причина, сейчас объясню, причина, почему перестали носить цветы на кладбище, потому что у христиан это стало очень важным моментом, и чтобы не было похоже, а причина, почему изначально носили цветы на кладбище, их носили совершенно не в памяти человеке, цветы носили на кладбище в памяти наших предков, которые умерли в пустыне, и на могилах платонков принесут цветы, потому что в пустыне ничего не растет, их могилы никогда не зарастали, и в память о них приносили цветы. — То есть все-таки есть корень? — Абсолютно, абсолютно. Дальше у нас практически все наши миногим, все наши традиции, они абсолютно социальны, они не... — А камень? — А камень, в отличие от цветов, он не завянет и не улетит. И, в принципе, камень — это знак, что на могиле кто-то был. То есть, когда ты приходишь, и на могиле лежат камни, ты знаешь, что эта могила не запущена. Ты знаешь, что здесь кто-то есть. Это абсолютно техническая причина, почему кладут камень. Конечно, тут можно придумать... Слушайте, больно выдумки на самом деле, как и в любой науке, допустим, в истории искусства есть два подхода. Можно во всем видеть какую-то символику. Я приводил уже прием, потому что моя жена писала мастерат по одной специалистической теме, разбирала одну картину «Ванайка свадьбы Арнольфини», и там, значит, а почему одна свеча на свадьбе? Можно сказать, что одна свеча — это божественное присутствие, поэтому она говорит, а можно сказать, что денег не было, одну свечку поставили. Можно так сказать, можно так. Спасибо. Да? Так вот, в духовности есть или оттуда, или оттуда, или это ситрадык душа. Нету чего-то серого, да? То есть, причина, почему мы часто знаем, что в духовности вот это там такие сложные понятия, как это хорошо или это плохо, это когда мы путаем божественное, скажем так, духовное наслаждение с эстетическим. посмотреть хорошую оперу никакого отношения к служению Всевышнему не имеет. ты можешь получить какое-то эмоциональное наслаждение от этого, но это не значит, что это происходит от святости, от того, что тебе, опять же, существует, потому что тебе от этого хорошо, это не значит, что это святое. Да? Святое на иврите это предназначенное признание для чего? Для служения Всевышнему. Теперь, где законодательство переплылетается с этим спиричуализмом, это то, что все то, что в законодательстве можно, мы имеем свободу выбора направить это или на служение Всевышнего, или на ситрадык. Здесь, в иудаизме духовность пересекается с законодательством. Ладно? Дальше. Как объясняется в Талмуде, в разделе сута, что грехи, Гемора говорит, что животная душа, эти все нечистота, они идут перед нами на суд, потому что они нас, это очень интересное слово на иврите, которое на самом деле не существует, и в Талмуде, в Геморе Брохас разбирается, что это на самом деле, значит, Милефефет, это в Геморе Брохас засматривается Милефефет, то это как что-то, что ты намазываешь на хлеб, то, что ты обязательно ешь с хлебом, то есть, другими словами, эти грехи нас замазывают, нашу оболочку, вот эту прозрачную душу, прозрачную хлебу, они замазывают, и нету пропускной способности для Божественного Света, и они потом приходят перед нами на суде и говорят, что мы вот, ты сам все замазал, да, Божественная душа не могла через тебя передавать свет в этот мир, окей, в этот мир, все назначение, абсолютно, абсолютно, каждый еврей, сколько там приводит, например, свеча, там и так далее, но содержание, которое мы называем словом душа, Божественная душа, она должна здесь находиться в какой-то форме, для того, чтобы наша Божественная душа могла в этой форме выполнять свою функцию, эта форма должна быть прозрачной, это клипа нога, прозрачная клипа, прозрачная оболочка, мы же ее загаживаем, наш грех, это пятно на нашей репутации, или на этой, на самом деле, тут с пятном репутации, дальше, ну, окей, сейчас далеко зайдем с этой аллегории, дальше, давайте еще нас чуть-чуть немнее, в мяхар, широ, хавра, витарам, после того, как проходит, вот этот вот, дух 13, качество милосердия, и очищает, вот у нас происходит этот ребут, да, все помылось, как и говорится, а нету вот эти качества, они в деталях не пишут, да, я же приводил, она находится в Сидуре, в главе Китиса, когда рассматривается грех золотого тельца, прощение греха золотого тельца, это проявление 13, качество милосердия, это произошло в Йомкипур, так родился Йомкипур, на следующий год мы празднуем уже этот день, как Йомкипур, и в Йомкипуре, мы эти 13, вы будете в синагоге, вы увидите, мы эти 13, качество милосердия, раз 200 будем повторять, даже говорится, что нельзя просто так их произносить, нужно только, если ты умеешь читать это по этой мелодии, иначе, если ты можешь в одиночестве, то ты эту часть пропускаешь, но они есть в Сидуре, в молитве Таханун, да, после того, как эти, мы запустили, 13-14 милосердия, все очистилось, вот тогда душа по отношению к ним может действительно вернуться к Всевышнему, теперь, то есть, что имеется в виду, имеется в виду, что все, что мы делаем для того, чтобы проявились эти 13, конечно, милосердия, это называется, в дословном переводе, нижнее раскаяние, шва тета, и это нижнее раскаяние относится к четвертой букве имени Всевышнего, букве Гэй, то, что мы учили до того, мы возвращаем эту букву Гэй на место, для того, чтобы проявили эти 13, качество милосердия, нужно вернуть эту букву Гэй на место, это все только называется нижняя шва, но в имени Ют Кэй есть еще одна, Ют Кэй Бабки есть еще одна буква Гэй, первая буква Гэй, вторая в имени Всевышнего, вот только тогда, когда мы очистились, прошли эти 13, качество милосердия, теперь все прозрачненько, теперь мы можем подняться на тот уровень, где мы будем в полном единстве со Всевышним, у нас нет возможности сейчас это все закончить, но помните, что мы говорили, в чем разница между дыханием и речью, дыхание и речь это одно и то же, только речь это дыхание, которое преграждается, дыхание преграждается пяти органами речи, горло, нёб, язык, зубы и губы, любой звук, который мы издаем, это преграждение, преграждение, преграждение на русском, что-то я вылетел, преграждение этого дыхания, так, теперь, буква, которая меньше всего нужно, чтобы прекращалось, преграждалось наше дыхание, для неё произношения, это какая? Буква Гэй, Гэй, мы, Гэй, мы только чуть-чуть нашу гортанью сдерживаем воздух, так, любое другое, слово, буква и так далее, там гораздо больше задержано, Гэй, даже никакой другой орган не задерживается, только чуть-чуть, она уникальна буква для иврита, она, это и есть та буква, которая должна повторяться имени Всевышнего, и, а нижняя буква, то есть четвёртая буква, она соответствует именно речи Всевышнего, творению и так далее, то, что мы накурались, возвращаем её обратно, так, теперь, если сказать, что происходит до того, а что происходит до того, как Всевышний говорит? вот до, нет, до дыхания, мы говорим, что Всевышний сотворил душу, вдохнул у него дух жизни, всё он наговорил, а душу он вдохнул, потому что дыхание, это сущность Всевышнего, которая не преграждается этим пяти органами, а вот до того, как он вдохнул, выдохнул, так сказать, что происходит? и если нижняя тшува, это восстановление баланса, возвращение этой буквы Г на место, дальше запускается технология 13 качеств милосердия, и мы можем вернуться, душа, возвращаясь, он говорит, выше, выше к источнику, который он был, была до того, как душа спустилась в этот мир, или другими словами, высшая тшува, это, скажем так, вдохни меня обратно, вдохнуть меня, Всевышний вдыхает меня обратно, но он может нас вдыхнуть только тогда, когда мы точно так же беспрепятственно проходим через эти пять органов, они не преграждаются, как только есть какое-то преграждение, мы уже не вдыхаем полностью, понимаете, в чем я говорю? Точно так же, как в психологии, когда мы выдыхаем, если есть перегородка, это речь, это материальная, это оболочка, это форма, когда их нету, это, сущность Всевышнего, это есть душа, когда мы вдыхаем, если мы закроем рот и нос, мы не вдохнем, поэтому, когда на душе есть эти какие-то кляксы и так далее, Всевышний нас не может вдохнуть обратно, тогда, когда мы вернули, сначала восстановили пять органов речи, потом запустился уже не от нас, зависит от этого 13 качеств милосердия, вот тогда душа возвращается обратно в состояние, которое до того, как Всевышний выдохнул. Он нас вдохнул, а почему он нас не может, если мы вот загрязненные, он-то все равно нас, поэтому он нас не может вдохнуть. И вот это состояние после того, как он нас вдыхает обратно, это называется высшее раскаяние, то, что мы называем, полное, когда мы возвращаем... Да, теперь, такой же... Извини, не успею, это... В конце этой главы Алтаревы приводят из книги Зор и говорят, что это называется Бен Ют Кей. Да, уровень Бан, если так можно сказать, это уровень, в котором находился мой Шрабейн. Это полная чува. Что имеется в виду? Что такое Ют Кей? Первая буква имени Всевышнего, вторая буква имени Всевышнего, это и есть этот Хихут, единство Всевышнего, единение мудрости и понимания. Теперь вспомните пример с зеркалом, что видим мы одно и то же, но только понимаем по-разному. Тшува и Лаа, это когда мы понимать начинаем, а одинаково, когда мудрость и понимание наше объединяются со Всевышним. И в этот момент мы можем быть с той стороны стекла, с этой стороны стекла, мы видим одно и то же и понимаем, как устроен этот мир. Именно поэтому мы говорим, что раскаиваешься, именно такой Тшува, Тшува и Лаа, то, что называется, это выше, чем праведники. Потому что для праведников это функциональность, а не страсть, которой мы поднимаемся наверх. Говорится, что Гемора объясняет, и Зор объясняет, что разница в том, что раскаивавшиеся у них просто страсть этого единства, а у праведников они просто часть этой структуры. Они просто по-другому не работают. Поэтому написано, что что уровень, на котором стоят раскаивающиеся, именно вот это Тшува и Лаа, не Ттаа, а именно высшей Тшувы, когда нас вдохнули обратно, мы понимаем, что уровень выше, чем праведники. То есть мы состояние нашей души до того, как душа возвращается, приходит в этот мир. Это называется Баат Шува. И здесь идет речь не просто о Тшуве, которая написана в Шулхонорухе. Есть четкие критерии, что такое Тшува. Когда мы знаем, что принимает Тшува человека, когда мы можем заново кушать его шхиту. Как мы знаем? Это законодательный момент. когда человек, учим это с историей Йосифа и его братьями, что когда человек попадает в ту же ситуацию, в которую он согрешил, он ведет себя по-другому, мы знаем, что он сделал Тшуву, и теперь мы знаем, что его шхиту можно кушать. Если он залезал, то это будет кошерно. Но идет речь о... Этот Шуват, это обычный Шув, мы восстанавливаем баланс. Но идет о чем-то совершенно другом. Разрыв на макаронопаблике. Просто все на свете меняется. Был такой хасидский мошпия, Радатс Хен его называли. Он... Окей, он объяснял это таким образом. Он задавал один вопрос. Первый вопрос, который он задавал, это когда говорится Шма-Исраэль. Почему мы говорим, что Шма-Исраэль, это не просто нужно переводить слушай Израиль, а мы учим на основе того, что написано в пророке Шмуэле, чтобы Шма-Шауль, имеется в виду, Шауль собрал весь народ. Шма-это собирать народ. Не просто слушай Израиль, а соберись вместе Израиль. Второй вопрос, который он задавал, это то, что говорит Аризель, что как понять, что за какие-то определенные грехи душа... Аризель говорит о том, что за определенные грехи человеческая душа переселяется в животных. То есть, если он там был наглым, то он попадает в собаку. Если был развратником, то попадает в осла. Ну и так далее. Но он задает простой вопрос. Но он задает простой вопрос. Он говорит, но мы же, когда мы грешим, мы же не специализируемся в определенном грехе. Так как это так? Мы что, и в собаку, и в осла? Как получается? На самом деле ответ один и тот же. На оба этих вопроса. Он говорит, что действительно, когда человек грешит, это не значит, что его душа переселила, как у индусов, кролика в Австралии, или там в жирафы и так далее. А имеется в виду, что за каждый грех отрывается кусок нашей души. И какая-то часть души в собаке, какая-то в осле, какая-то в кролике, какая-то в жирафе, какая-то в попугаю. Сколько у тебя грани, да? Сколько грехов. Каждый грех, у него гильгуль, другое животное. А что такое шмай-сраэль? Когда евреи закрывают глаза и по-настоящему говорят, шмай-сраэль, то всех собачек, кошечек и так далее, куда у него закатился, потому что он собирает вместе. Он собирает в одно целое. Это чува-эла. Чува-эла это не только исправить осла или исправить кролика, а чува-эла это все собрать вместе и обратно в одну цельную душу. То есть, голая шмай-сраэль, с колоной. Ты собираешь всех кроликов. И есть возможность пройти текуны вот этих кроликов. Всех собрать, то, что ты раскидал, каждым грехом. На этом остановимся. Спасибо вам. Приходи на следующей неделе.